Во Владимире 14-летние подростки кинули петарду в окно жилого дома. Инцидент произошел 5 декабря и попал на камеры видеонаблюдения. В районе 16 часов четверо подростков шли по улице Подбельского. Проходя мимо одноэтажного дома номер 16, компания остановилась. Один из мальчишек что-то бросил в открытое окно. Подростки убежали, а в комнате через несколько секунд появилась вспышка. Пост с этой историей, судя по контексту, опубликовал житель дома. Он предложил хулиганам выйти с ним на связь. Если кто-то может узнал себя или своих детей, свяжитесь, пожалуйста. Завтра будет уже совсем другой разговор. По всей видимости, хозяин квартиры дал подросткам времени побольше. К 8 числу в полицию какие-либо заявления по этому происшествию не поступали. На подростков полицейские вышли сами. После просмотра видео в соцсетях. Правоохранители подтвердили. В окно полетела петарда. В этот же день личности всех подростков, 14-летних жителей областного центра, были установлены. Несовершеннолетние, ранее не попадавшие в поле зрения полиции, объяснили, что петарду бросил один из них. В то время как другие его разговаривали от этого поступка. Со всеми подростками и их родителями инстектор подразделения по делам несовершеннолетних городского управления ВТРСИИ провел профилактическую беседу о недопустимости подобного поведения, способного привести к печальным последствиям. Сейчас решается вопрос о постановке на профилактический учет подростка, который бросил петарду в окно. Главной темой первого дня 4-го Владимирского инвестиционного конгресса стало развитие внутреннего туризма. 7 декабря в регионе начал свою работу ежегодный экономический форум. Уже по сложившейся традиции он проходит в Суздале. Среди его участников губернатор Александр Авдеев, а также председатель ЗАГС собрания области Ольга Хохлова. Наша главная задача сегодня, как можно больше инвесторов, коллег привлечь к нам, в наш регион, чтобы они поделились своими наработками, мы своими, да, и наших производителей направить в другие регионы. Вот этот обмен, он очень важный. Я думаю, что вот Конгресс справляется. Особое место среди присутствовавших заняли гости, связанные с туризмом. Своё участие в Конгрессе приняли первый зампредседателя Комитета Госдумы по туризму Николай Валуев, гендиректор Владимира Сульского музея-заповедника Екатерина Проничева, а также известный дизайнер Артемий Лебедев. Именно его студия разработала айдентику тысячелетия Суздаля. В ходе проведения Конгресса и были представлены визуальные символы грядущего юбилея древнего города. Подчеркивается, что в основу легли традиционные суздальские изразцы. Для Суздаля мы создали душевную юбилейную айдентику. Сокол в логотипе – узнаваемый символ города, заимствуется из старинного герба Суздаля. Синий цвет отсылает к величественным куполам собора Рождества Пресвятой Богородицы, а форма глаза – к традиционным местным узорам. При этом упрощенная форма отражает движение в ногу со временем и делает знак запоминающимся. Шрифтовая часть смотрится динамично и современно, но альфа и омега в ней прямо говорят о вневременной ценности города. К слову, сокол является официальным символом Суздаля. Причем в 18 веке эта птица сначала украшала знамя Суздальского пехотного полка. Но позже, в эпоху правления Екатерины II, сокола решили изобразить на гербе древнего города. Сам Артемий Лебедев так высказался по поводу созданной айдентики. Его слова приводятся на сайте правительства региона. Мы постарались передать душу Суздаля, где мало жителей и много туристов. Этому городу удается сохранять тысячелетнюю историю, и я его за это бесконечно люблю. Приезжаю сюда без всяких официальных программ и мероприятий. Просто напитаться энергией и покайфовать. При создании айдентики Суздаля мы вдохновлялись этой настоящей историей, достижениями и культурным достоянием. Шестой канал попросил Владимирского урбаниста поделиться своим мнением по поводу представленной айдентики. Причем профессиональная деятельность Артема Чернея связана и с дизайном. Например, ранее он предлагал общественности оценить представленный чиновниками бренд Владимира. По поводу же представленных символов юбилея Суздаля он отозвался положительно. По его мнению, авторам удалось не только сделать исторические отсылки, но также представить все в современном виде. При этом сам логотип и айдентика сделаны в довольно современном, хорошем современном стиле, что понравится, я уверен, особенно приезжим гостям. Вот поэтому в целом я могу сказать, что мне айдентика понравилась. Шрифтовая часть гораздо более смелая и может быть неожиданная, потому что сочетает в себе и кириллические, и греческие буквы. Там явно выделяется буква А, которая написана в греческом стиле, в стиле буквы Альфа. Ну и это хорошо в концепции объяснено, и мне кажется, что такой непривычный шрифт, который состоит из контрастных элементов, это тоже хорошо, потому что служит таким дополнительным источником внимания. Александр Авдеев на Конгрессе также заявил, во Владимирской области планируется активно развивать туризм. Мы делаем ставку на развитие инфраструктуры и сервисов дорожной сети. Внутри области проходит основная часть маршрутов знаменитого Золотого кольца России. Близость к Москве, открытие трассы М-12, расширение трассы до Суздаля, удобное расположение малых городов помогают нашему региону стать идеальным вариантом для поездок. Кроме того, власти региона планируют запустить совместный проект с национальной системой платежных карт МИР, карту туриста Владимирской области. Для бизнеса это возможность нарастить трафик туристов, а для гостей региона способ сэкономить. С помощью карты можно будет получать бонусы в виде кэшбэка. Алексей Домнин, Шестой канал. Во Владимирскую область пришли аномальные морозы. 8 декабря температура воздуха опустилась до минус 20 градусов, а вот атмосферное давление наоборот поднялось. На данный момент оно составляет 790 миллиметров ртутного столба. Причиной резкого похолодания стал широкий антициклон, который окутал всю континентальную Россию. Антициклон имеет несколько центров. Ближайший к нам центр находится в районе северо-восточный Нас, в районе Киров, Сыктывкар. Там с температурами воздуха в центре минус 36-40 градусов. У нас, естественно, температуры повыше, чем там, но все-таки низкие. И произошел заток арктического холодного воздуха, что привело к таким низким температурам. По норме среднесуточная температура на начало декабря должна составлять минус 4-5 градусов, пояснили в гидромедцентре. Но к этому дню среднесуточная температура по всей Владимирской области составляет минус 12 градусов. Это соответствует критериям опасного природного явления. Аномально холодная погода называется по нашей классификации. Это когда в течение пяти суток температура на 7 градусов среднесуточная ниже нормы. Вот четверо суток у нас уже есть. И сегодня в ночь с пятницы на субботу будет вообще самая холодная ночь. И будет это вот в пятые сутки. Так с 8 на 9 декабря ожидается мороз до минус 21 градуса. Местами по области температура воздуха понизится до минус 26 без осадков. Это не самая холодная ночь в начале зимы, поясняют в гидромедцентре. В далеком 41 году, тогда 8 декабря, показатели опустились до минус 30 градусов. Еще более низкая температура была отмечена в 55-м. Термометр показывал рекордные минус 33. А вот самая теплая погода в этот день была отмечена в 2008-м. За окном было плюс 6. К воскресенью мороз ослабеет. Ночью по области будет минус 14, минус 19. Днем минус 11, минус 16. Выпадет небольшой снег. К слову, местами уже появились первые сугробы. Уже сформировался такой хороший устойчивый зимний снежный покров. Вот во Владимире у нас 28 сантиметров. В Александрове 33, Юрипольский 29. Ну и так везде по области где-то 25-30 сантиметров у нас уже снега есть. Время доставать обогревателей. Только для начала стоит убедиться в их исправности, напоминают в МЧС. Именно в морозы чаще всего случаются пожары по причине неправильной эксплуатации электроприборов. С начала отопительного сезона в регионе произошло 427 техногенных пожаров, на которых погибли 14 человек, а еще 14 получили травмы. Такую статистику приводят в тревожном ведомстве. Напоминаем, что при использовании обогревательных приборов и печей запрещается использовать нестандартные электронагревательные приборы, удлинители. Также самодельные аппараты защиты оставляют без присмотра включенные в электрическую сеть электронагревательные приборы, в том числе находясь в режиме ожидания. Спасатели также напоминают, нельзя оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также доверять их детям. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрена административная и уголовная ответственность. При возникновении пожара нужно звонить 101 с мобильного телефона и 01 с городского. Евгений Павлов, 6 канал. Всероссийскому научно-исследовательскому институту 65 лет. В честь этого юбилея в регионе состоялась международная научно-практическая конференция. В центре внимания ее участников ветеринария в продовольственной и биологической безопасности. В открытии этого конгресса принял участие и руководитель института. Как отметил Роман Рыбин, в настоящее время главная задача учреждения – проведение работ по импортозамещению. Среди приоритетных вопросов – поддержка специалистов грантами. Они стимулируют наших ученых заниматься наукой, заниматься разработками новых вакцин. На сегодняшний день 11 вакцин уже разработаны институтом, 9 из них зарегистрировано. Но я думаю, что до конца года мы все 11 зарегистрированы. То есть это абсолютно новые препараты, как для продуктивных животных, так и не для продуктивных животных. Поэтому, как я говорю, мы стремимся к тому, чтобы вакцины в стране были российского производства. Решение проблем голода, ситуация с ящером в Иордании, профилактика инфекционных болезней животных в Казахстане. С обсуждения этих тем и начала свою работу научно-практическая конференция. Кроме того, говорили и о вкладе учреждения в разработку новых вакцин. Среди гостей был и руководитель Россельхознадзора. Именно ему подведомственен институт. По словам Сергея Дангверта, спектр решаемых задач федерального центра стал гораздо шире прежнего. То, что было всегда, давайте только заниматься ящером, можно заниматься, дальше искоренил, институт закрываться не должен. Поэтому сейчас очень широкий спектр. И от домашних животных, которые все равно связаны с заболеваниями, в том числе и человека, вы понимаете, до тех рынков, которые очень важны. Это и птица, и свиньи. К слову, федеральный центр был основан в 1958 году. И тогда именовался как Всесоюзный научно-исследовательский ящерный институт. Но сегодня, кроме профилактики ящера, особое внимание уделено и борьбе с заболеваниями птиц. Сейчас во всем мире на первое место выходит гриб птиц, который носит колоссальные ущербы. И в нашей стране мы много миллионов птиц теряем из-за этого заболевания. И мы разработали актуальную вакцину, которая высокоэффективна. И в случае вспышек можем подставлять ее, чтобы предотвратить заболевания. Институт идет в ногу со временем. И большое внимание уделяет работе в совершенно новых направлениях. Это вакцины для аквакультуры, вакцины для рыб. Аквакультура в последние годы в России набирает все больший темп. И, к сожалению, наши коллеги столкнулись с дефицитом вакцин именно для рыбоводства. В данный момент мы работаем над созданием шести валентной вакцины для рыб семейства лососевых. Второе направление, наверное, не менее значимое. Это вакцины для мелких домашних животных. Научно-практическая конференция проходила в течение двух дней. Всего в ней приняли участие представители более десяти иностранных государств. Алексей Домнин, Александр Гафонов, Шестой канал. Во Владимирской области растет количество заболевших ОРВИ. Только за минувшую неделю за медицинской помощью в регионе обратились более 13 тысяч человек. Из них 4,5 тысячи – жители областного центра. По сравнению с прошлой неделей, показатели выше на 22%. За это время было проведено 475 исследований. Был выявлен один случай гриппа. Такие данные приводят в управление Роспотребнадзора. Ведомстве напоминают, самая надежная защита от вируса – вакцинация. Прививка поможет избежать тяжелых осложнений. Ее действия сохраняются до 7 месяцев. Вакцинироваться можно в поликлинике по месту жительства или в гипермаркетах «Глобус», «Лента» и торговом центре «Восток-1». Во Владимирской области в полтора раза стало больше предложений о работе. На данный момент на цифровой платформе «Работа в России» заявлено 21 тысяча вакансий. Об этом сообщил министр труда и занятости населения Андрей Григорьев. При этом более 50 предприятий предлагают вакансии инвалидам. В списке требуемых кандидатов – водители, слесари, почтальоны, экономисты с зарплатами от 20 до 100 тысяч рублей. А вот количество официальных безработных в регионе достигает более 3 тысяч человек. К слову, рекордно низкая отметка. Это в 7 раз меньше, чем в тот же период в прошлом году. Таким образом, по уровню безработицы Владимирская область находится на 14 месте в Центральном федеральном округе. А по уровню общей безработицы занимает первое место, обогнав Москву. Владимирская область представила гламурную елку на международной выставке «Россия в Москве» на ВДНХ. Так дерево окрестили посетители. Елку украсили стеклянные бусы, которые изготовили мастера из гусь-хрустального, изделия гончарной мастерской дымов керамика. На дереве новогодние игрушки и ретро-открытки с иллюстрациями русских сказок. Свои елки представили 89 регионов страны. Весной их высадят на аллею, а пока они стоят в катках. К слову, день нашего региона на выставке 14 января. Владимир признан лучшим городом туристической сувенирной продукции. В Твери завершился финал 9-го всероссийского конкурса «Туристический сувенир». Участие приняли производители из 68 регионов России и Республики Беларусь. От них было заявлено более 3000 работ. Владимирскую область на конкурсе представили дом-музей «Пряник» из областной столицы, киржаческая шоколадная фабрика «Мараевой» и музейно-выставочный зал имени Испиранского и Собинского района. По решению жюри гран-при удостоен Владимир. Спасенный из полыньи Шарик стал сотрудником МЧС четвероногим другом. Напомним, 29 ноября в службу 112 поступил вызов. В полынью на реке Судогда провалилась собака по кличке Шарик. Началось все с того, что мимо проходившая женщина услышала скуление бедного животного, которое не могло выбраться самостоятельно. Прохожая сразу сориентировалась и набрала номер служб экстренного реагирования. Начальник пожарно-спасательной части номер 79 Сергей Евграфов и пожарный Анатолий Ефимов вызвали животное из ледяного плена. Чтобы лед не обрушился под весом спасателей, на него положили лестницу. Сергей подполз к собаке по лестнице, а Анатолий страховал его. Затем собаку отвезли в пожарно-спасательную часть, отогрели и стали ждать хозяина, который, по всей видимости, появился не сразу. Заинтересовавшиеся этой ситуацией люди в комментариях под этой историей оставляли спасателям слова благодарности. Огромное спасибо. Борьба за жизнь – это главное. Низкий поклон ребятам. Спасибо, друзья. Видя такое, снова появляется вера в людей. Сейчас у Шарика все хорошо. Он вернулся к хозяину, но спасатели не забывают о своем четвероногом друге. Проезжают к ним в гости и подкармливают. Надежда Архипова, 6 канал.